Рак Рак Ну вот же, вот же Вот же все и происходит Матвейчик Что-то, что-то Ну да, сударь А ты, говорят Покинул Ну да, теплые края Не понравилось Ну давайте же пройдемся Темненькая Нет, это Магазин Как он называется? Магазин, который полюбили Знаешь, есть такой слоган Начнем отсюда, друзья, товарищи Это у нас некая подсобная помещенница Замечательная Все, что вы вокруг видите, это все придумано Спроектирована Богдан Юрьевичем Человек Удивительный, конечно Замечательный музыкант Он у мамы инженер, короче И это прекрасно Красота Невыносимая Вот это особенно Это то, чего мне не хватало в детстве Вот Ну, может быть, благодаря ему И, наконец-то, звездорукость Нашу, мою лично Удастся победить Вот Это подсобочка Здесь Даже вот такое можно встретить Гитары Барабаны Тут прячется, Тараса Здесь вообще Музей Это инструменты Группы 2517 Акустические Электрические Вот Теперь идем сюда Тут у нас поют Периодически здесь Стоит установка барабанная Происходят записи Либо Тарас ведет уроки Игры на барабанах Моднейший микрофон Два дня там Или три, наверное Как появился Совершенная чума Просто невозможно Он с помощью Программного обеспечения Которое под него специально Эмулирует, по-моему Пять или шесть Если не ошибаюсь Разных микрофонов Включая Нойман Телефункин и прочее Сейчас Значит В основной аппарат Ну и давайте зайдем Основная аппаратная Это вообще Мне кажется Отсюда Можно сделать гиперпрыжок В далекую-далекую галактику Вот Кто здесь бывал раньше Могут Просто узреть Насколько все изменилось И У себя здесь Очень много Точнее в себе Открыл много Способностей И оказывается Столько все умею Так классно Делать руками И вообще Мне кажется Это Это Способ борьбы С кризисом Среднего возраста Начать что-то мастерить Можно начать с малого С забивания гвоздей Например Но Никуда попало Конечно А Там где требуется И конечно же Конечно же Ну Не скажу Что это мой личный уголок Но Вот Сегодня это По крайней мере Так Маленький Ранжировочный Такой Закуточек И Я в нем Себя прекрасно чувствую Это просто замечательно Что он теперь есть Вот Поэтому Берегитесь Берегитесь Щеглы Андрей Иванович Снова Производит музыку Вот так Да Ну Может быть Кто-то Результат работы Трудящих Так точно Дэнчик Так точно Вот Всем кто здесь Трудился Конечно Отдельно Да 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 Лизавета Вальдемаровна Может быть Ты уже Конечно От эфира Отвалилась Но Я надеюсь Что Мы еще Тебя здесь Увидим Классно Было В тот раз Когда ты здесь Бывал Поэтому Отличный повод Обновленная студия Отличный повод Зайти к нам Снова Вот Что еще У меня У меня тут Есть Вот Сейчас Вот такая Петля Все Ну Прям Красота Невозможна Слышно Что-нибудь Вообще Наверное Да Надеюсь Слышно Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Еее Камон А ну все Главное Что слышно Это Да 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 Я по-прежнему Не По-прежнему Семплирую Кто на что учился Как говорится Но все же Вот Музыки Человечество Музыка Музыки Человечеству Сыграно Много Поэтому Мне Таскать Не перетаскать Вот Ну и конечно Без Без Моих Замечательных Друзей Музыкантов Не обойдется Да Да Это Юбхоп Конечно же Это он Музыка 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 Вот Ну Я В общем-то На концерте у Ильи Да Ждем годноты А я как жду Вы не представляете Какой нибудь годноты Ну Говорят что Что годноте быть Вот Из последнего Из последнего Из последнего Сделал С прямой бочкой Для Ну как с прямой Не совсем Для коллектива ЛВТ Песенку смешную Про сторонников Всех кандидатов В том числе Алексея Анатольевича Чтобы он был здоров Песня называется Обычный день Ее можно найти Если кто-то У кого-то есть Мой Ну короче Кто знает Мой профиль В контосе Она у меня висит Из последнего Что-что-что-что Какие Кого Я их не разбирал Чтобы их собирать Югов Этих ваших Нашли тут Собирать Эли земель Нет Друг мой Не бывать Этому Я это об этом Уже во всех интервью Сказал Не будет Этого И Не потому Что я этого Я там Чего-то не хочу Хотя я не хочу Если еще Не верни Не верни Не верни Не верни Не вернешь Обратно Ночи звездные Вопрос о югах Не вернешь Обратно Ночи звездные 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 Ну вот так Не вернешь Обратно Не верни, не верни, не верни. Не верни, 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 не верни еще 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 что то есть интересного интересного есть если кто-то слушал речитатив то на хер он нужен речитатив ну попели уже свое хватит наверно кто-то слушал если из присутствующих слушал пар 2517 из пяти песен на этом и пи моя любимая наверное каток она прям самая такая ну на мой взгляд и там есть момент где парни хором что называется выдыхают это вот я оттуда дернул но она чистенько такое правда в оригинале она вот так чуть пониже и КОНЕЦ Диджей премьер Аппен из бич Ну вот Такое вот тоже По стариночке так сказать Без этих Трещоток Вот кстати Буквально Полчаса назад Писал мне молодой человек из Белоруссии Ну ничего особенного Нормальный парень Что называется Без всякого неадеквата Присылает песенки Дескать на зацен Ну а я этим не страдаю особо Не потому что Не потому что Считаю Молодежь какой-то не такой Или вот Людей кто тоже там записывает свои песни Чем-то там хуже меня Просто я во-первых За столько лет подустал уже И Ну Я вас умоляю Из меня заценщик Такой же как из любого другого человека Мне кажется Ну Всячески в общем призываю Людей не жить По Не рассуждать по авторитету В общем И в связи с этим Конечно Задумался над тем Как сейчас Ну как многие ребята заблуждаются Думая что Вот они пришлют кому-то Композицию И Что-то изменится от этого А что если я например скажу Брат Слушай Твоему зло кал Прекратит ли человек После этого записывать песни Или заниматься вообще музыкой Или наоборот Вот Ну Самому даже стало интересно Будь у меня возможность Там в 2000 году Кому-то что-то отсылать Стал бы Стал ли бы я это делать И так и не нашел ответа Вот Но мы тогда Как-то Ну все равно как-то по-другому Это все происходило Как будто бы Ну и хрен с ним в общем Петр Почтенного Вашего отца С прошедшим Что я Не стал уж в соцсетях Там Написывать в комменты И прочее Но раз уж Мужчина здесь То Мое почтение Александру Феликсовичу Очень Очень уважаю Где сэмплы? Где сэмплы? Да везде Отовсюду Музыки полно Всякой разной Да 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 ну да да денис все так о боже мой соня пожалуйста не надо а то за мной приедет сейчас увидит что ты здесь трансляцию подключилась и приедут меня со мной что-нибудь сделают за увезут какие-нибудь подвалы или лубянки или госдепа не знаю казахстан здоров азиатскую музыку то но азиатская музыка она же ярко выраженная ярко выражена такая этническая мне доводилось что-то что-то сэмплировать но кстати для песни сами тогда еще дуэты мска сэмплировалась турецкая певица какая-то очень популярная в турции ну и вообще я так понял в исламском мире в целом так что да ну такое индийская от что-то тоже сэмплировал из азиатской музыки ну и вообще из этники любой там там все-таки фрагментики дау не знаю мне прислал негби эту петлю но она по-моему из из всякого музла аля вот музыка там для йоги медитации вот ну вот вот как раз кстати по моему она и есть азиатская ну скажем так сэмплирована сэмплирование оно ведь тоже разное и одно дело таскать какие-то вот такие фрагментики короткие дали кстати вот это это композитор зацепен советский и и вот сейчас врать не буду ну по моему из из каких-то старых фильмов музыка вот мне больше по душе а это уже н н пибблс вот она да то есть заимствовать фрагментики небольшие может быть какие-то кусочки мелодические и совершенно из разных каких-то пьес и их совмещать мне кажется в этом что называется артов офф сэмплинг и заключается все-таки сэмплировать фрагменты как не знаю в песню пока никто не умер я наверное себе такого больше не позволю по по причине того что слишком просто то есть когда я создавал музыку допустим с помощью компьютера это было одно как когда у меня появилась mpc впервые и ну когда я не разобрался как она работает что к чему то есть как сэмплы режутся какова алгоритмика вообще работа на mpc ну я прозрел конечно немного потому что взять целую петлю там на 4 такта и в общем я я так попробовал сделать и через mpc я понял что это ну этому можно научить даже меня не знаю зайца в лесу поймать и дрессировать его просто делать такое битье поэтому все таки тот способ которым я делал музыку именно на альбом дешево сердито он в конечном итоге победил как тут ну как легко назначаем например берем какой-нибудь басовый фрагмент или просто допустим записали с базы с бас-гитары или из библиотеки взяли ноту желательно до здесь есть функция тут любой сэмпл например вот этот вы можете его раскидать по тональности на 16 пэдов вот его оригинальное звучание а дальше машина его разбрасывает вперед особенно хорошо если вы если вы все-таки ну как-то худо-бедно знаете нотную грамоту и умеете играть ну хоть чуть-чуть на чем-нибудь потому что например у меня есть проблема ну как проблема то есть это для меня чуть сложнее чем для человека кто хотя бы какой-то элементарной музыкалкой обладает но тем не менее справляюсь в крайнем случае я хитрил допустим бас играется снаружи скажем с помощью какого-нибудь виртуального синта и потом либо целиком петлей либо по по фрагментам загоняется сюда и ну опять же смотря для чего это надо то есть мы моя задача в принципе на mpc максимально набить все что максимально набить на ней все что я могу на ней набить а оттуда перегнать уже в софт и в софте мы это дело доводим уже до конечного вида ну серата 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 все-таки диджейская вся история и я так же как и эблтон я от них признаюсь далек мне много раз рекомендовали попробовать там что называется прощупать это все но почему то почему то я этого не сделал лентяй зачем мне задавать вопросы про лёлика 150 раз я был знаком всего год с ним до его смерти поэтому я ничего не могу про него рассказать я не был ему другом мы были знакомцами вот успели немножко песенок пару песен сделать вместе на студии одна из них конкретно совместная наша юга и рабов лампы вторая ну а остальное это уже вся диубишная история и я просто присутствовал вот как человек я его не знал но конечно из того что удалось узнать успел точнее хорош человек был по крайней мере вот среди своих своих друзей ну весело нарядно празднично к сожалению Лёша был зависим собственно это его и убило Иваныча нет не бываю очень давно причем вот последний раз видел его когда снимал документалку про ю да в ритм рулет видел видел у них прям целая да целая серия и у сирата был недавно они же в инстаграме там что ли или где-то в соц сетях устраивали тоже контест десять тысяч долларов США победителю обещалось не знаю чем это все закончилось наверное а я не знаю я не фрутилупс извиняюсь перескочил вот победителю десятку зелени нужно было создать инструментал с помощью софта серата из предлагаемых сэмплов и снять об этом офигенно креативное видео вот не знаю как там все закончилось но я думаю что со всего мира народу нашлось достаточное количество чтобы сделать что-то интересное фрутилупс или эйблтон не знаю фрутилупсом не пользовался эйблтоном тоже вот я у меня вся практика она до до mpc это кубейс у меня был именно ну вообще в целом и для того чтобы набросать музыку и для последующей записи туда голосов и сведения соответственно потом появилась mpc создание музыки у меня переползло в нее а к ней прицепился Pro Tools я осваивал тогда а сейчас вот Logic Logic охрененно удобный софт на мой взгляд именно для для музыкантов для битмейкеров то есть он мне показался максимально таким дружелюбным для человека нашего ремесла так сказать вот его могу рекомендовать смело про фрутилупс и эйблтон не могу ничего сказать но мой друг диджи пэтс он эйблтон рекомендует категорически ну кубик у меня тут даже где-то даже не где-то а у моего друга Тони у него на его домашней всей на его домашнем сетапе у него он прям купил лицензионный Cubase по-моему восьмой если не ошибаюсь блин ну там Артем вон он валит я все это время что-то пока признаться мало занимался музлом семейное всякие в основном выживаем как говорится рыпаемся конечно было бы удобно господам чтобы мы побыстрее все попередохли желательно где-нибудь в районе 40 45 лет ну в допенсионном возрасте это называется сокращение издержек вот ну мы рыпаемся и занимался больше вот как-то все-таки вопросом благосостояния ну и справедливости ради надо сказать что здесь мы делали ремонт помогал я Богдану очень насколько насколько мог себе позволить иногда позволял много и здесь мы тоже где-то два месяца провели в ремонте даже наверное больше да вроде бы начинали уже я уже забыл сейчас по-моему в конце ноября начали да и закончили уже в конце января ну вот я собственно что тут трансляцию то и завел отсюда потому что теперь показав это небольшому количеству людей уже нельзя просто так сидеть и ковыряться в носу нужно делать нужно делать музон нужно двигаться дальше ну напоследок перед тем как выдвинуться дальше сейчас может быть что-нибудь еще подзагрузим вот такая есть штука тоже из советских ансамблей вот вот в начале двухтысячных тоже много сэмплировал отечественную эстраду семидесятых там и так далее но и тогда думал что ну меня уже ничем не удивить вот с развитием конечно всех сообществ около около торрентовых всех сообществ да всех трекеров и интернета вообще выяснил для себя ну плюс еще работая над умереть от счастья на ДП выяснил для себя что оказывается я не то чтобы не так уж и много слышал советской музыки я ее вообще не слышал почти прям прозреваю конечно что-то удается найти на виниле что-то выкачиваю в оцифровках совершенно потрясающие вещи и я вам так скажу в союзе было много музыки много хорошей интересной очень был офигенный советский джаз потрясающие фанковые вещи какие-то там мне кажется джеймс браун бы тоже бы удивился услышав потому что особенно ансамбли средней азии такое вытворяют это это круто это очень профессиональная музыка такая ну и очень самообытно звучащая своя школа как бы и музыкальная и своя свое видение звука было очень интересно вот немало заим конечно заимствовалась но в музыке мне кажется это вообще абсолютно нормальная практика все друг у друга учатся то есть в той или иной мере все друг все друг у дружки как бы подсматривают вдохновляются чем-то поэтому что могу могу всем порекомендовать чуть-чуть углубляться все-таки во всякие дебри в музыкальные это потрясающе совершенно здравствуйте Сергей здравствуйте да вернись ну вернись это вообще на поверхности вот для меня эта песня особенная признаюсь честно вот моя покойная мама любила очень Анну Герман я все детство фактически у нас звучали ее песни Анны Германа и Муслима Магомаева вот из Магомаева я сделал инструментал который впоследствии стал песней череп ну вот там да там вот цемплированные фрагменты это Магомаев голуби это болгария в голубях болгарское болгарские сейчас скажу очень 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 звучное имя Иорданка Христова кажется как-то так ради этого прям даже ради этого даже стоит просто это Йорданка Христова песня называлась дай бог памяти ну все это уже это возраст друзья исповедь исповедь конечно найдите если ну если интересно найдите в ютюбе очень звучная композиция вот это болгария тогда болгария была ну как называли там шестнадцатой республикой СССР вот тоже песня такая одно там одно вступление это просто какое-то сумасшествие конечно чисто с музыкальной точки зрения начало где баст поет это Вася сам сочинил они с Антохой сели взяли по гитаре и набросали побырику вот это вступление вступление это отдельно конечно это прекрасно я считаю да и вообще та сессия на Газгольдере исключительно была позитивной и вообще как здорово провели время в общем значит этот прикольный побырик я и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Делать свои Всякие глупости И Это прекрасно Можно сказать, что Через Через Андрея, через Антона В принципе осуществилась Мечта моей прыщавой юности Чтобы была студия Все раперки хотят студию А мы тогда и подавно Очень сильно этого хотели Ну я в частности И вот Эгей Что называется? Твори не хочу С Дельфином С Дельфином, наверное, уже нет Ну, скорее всего, ему это не интересно В те годы, когда выходил Альбом не в фокусе, конечно, было Даже не то, что было Нет, я, наверное, не буду Обманывать Ни вас, ни себя, в первую очередь Дельфином всегда было интересно Вот слушать И наблюдать за Развитием, так сказать, его как артиста Но Я себе не представлял особо Сотрудничества Ну и плюс В силу возраста Были какие-то Небольшие предрассудки По поводу его заявления Сейчас я понимаю Почему и Самое главное Что именно он хотел тогда сказать Ну, говоря про Музыку черных и их самих Вот А тогда я, конечно, я был Негропоклонником большим Вот Всячески старался им подражать Копировать во всем Начиная от Внешнего вида Заканчивая Лексиконом и поведением Это, конечно, глупость полная С моей стороны была Ну, ничего Это возрастное Ничего страшного Вот А сейчас я вообще даже Я знаю, что Дельфин до сих пор Концертирует иногда Может и даже не иногда Ну, периодически вижу афиши То есть Ну, здорово, что Человек остался В музыке Это Это непросто Бывает Иногда Особенно, когда тебя ждут Тебя вот Тогдашнего А ты с этим давно уже Никак не резонируешь И оно из тебя выветрилось Уже к чертовой матери А им всем Вон, дилера подавай там Или Какой-нибудь мальчишник вообще Прости, господи С нуля Когда найдены сэмплы Резать будем собирать И накладывать Ну Ну, как-нибудь Как-нибудь На самом деле Я этим занимаюсь Просто постоянно Я Не Не уверен Что это будет Достаточно интересно Это интересно смотреть Когда Это снято Как уже Ну Профессиональный Там И Хорошо смонтированный Видеоролик В режиме Прямой трансляции Наверное Это не очень Уместно Хотя Что-то Ну На этот счет Я думаю Как-нибудь Поприкалываемся Почему нет О Сударь Сейчас Надо Помахать Да 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 Мы Помахали И Это значит Что у нас С вами Все в силе Вот Сэмплики Новострены Процесс Идет По мере Готовности Демок Буду присылать Да Да Все верно Илюху Вот тоже Со всеми Многоточием Уже Успели Заманать Хотя Он Ко всему Этому движению Имеет отношения Одиннадцать лет Уже С 2007 Так же Как и я К В общем-то К югам И Ну С другой стороны Я думаю Нам Обоим Понятно Что от этого От этих хвостов Нам в принципе Не отделаться Да и никто Особо не хочет Отделываться Уже Уже просто Спокойно На это Реагируешь Люди Разные Поэтому Так вот Постоянно На все Реагировать Никаких Не хватит Нервов Ну И не хочется Никаких конфронтаций Ни с кем Я знаком Да С Алексеем Мы знакомы Но Ну Именно знакомы Вот Раз-другой Что называется Виделись Еще Еще в давнишние Все эти времена До того Как Только-только Еще он Собирался Присоединиться К группе Крэг Тогда Ну или даже Не то что собирался А еще Он еще не был В группе Крэг Пускать на респекте Но они Не договорились Да Вот тогда Как раз Мы Виделись Несколько раз После этого Следы Теряются Ну Просто Не доводилось Не пересекались Ворошить Прошлое Да Да уж Уж не знаю Надо ли его Ворошить В привычном Смысле Этого слова И порой Ой Базаришь Отец Прям Иногда Очень неуместно Да А какой Релиз там А инструментальник То Что Когда делаем Я же не могу Просто У меня Как это Своя Морока На этот счет И То есть Ну я знаю Ребят Которые В принципе Достаточно Часто Выпускают Различные Ну Биттейпы И В какой-то Мере Я иногда Даже Не сказать Что сильно Завидую Но Думаю Блин Вот Никаких Нету Наверное У человека Каких-то Заморочек Типа моих Вот здесь Довести Вот тут Вот что Все Прям это Ну вот То есть Я перфекционист И от этого Иногда Очень страдаю Поэтому Поэтому Не могу точно сказать Когда он там Где-то появится Да какая разница Появится и появится Я хочу Чтоб все звучало Как нравится мне И Чтобы оно Как сказать Ну чтобы Атмосферно было Чтобы не серии Послушал и забыл А какой-то Хочется Вот инструмент Вот Такой Задачу себе Такой поставить Сложно Инструменталом Нести информацию Вот То есть Чтобы Это было Как-то содержательное И какие-то Человеку рисовало Какие-то картины Так Вот такая Морока У меня То есть Я сам Так слушаю Инструментальную Музыку Фантазер Что говорить И Хочется Подобные Чтобы Чтобы подобная Реакция была И у тех Кто будет слушать Музыку Которую делаю я Вот Поэтому Да Немножко У меня Затянулась Вся эта херня Что Слушаю Последнее Время Всякое Всякое Кстати Из последнего С чего Прям Ору Просто Дурниной Джуси Джей Конечно же Старина Такое Возможно Мне кажется Только в Соединенных Штатах Америки Такой Такой Человек Как Старина Джуси Джей Вот А так Вообще Разная Конечно же Музыка Абсолютно Разная Из последнего Очень Очень Серьезно У меня Сейчас Очень Серьезное место В жизни Занимает Man of the Woods Альбом Джастин и Тимберлейка Это прекрасно Это удивительное Просто музло И Мне как Молодому папаше Оно заходит Вообще Как дети в школу Потому что Ну кто Следит за За Тимберлейком Те знают Могут Могут Понять Почему Почему Это так Я не могу Сказать Что там Причина Расхода Потому что Я не Не был В центре Вот этого Всего Я не В предмете Ощущения Могут быть Разные В том числе И такие Да Как ты пишешь Но Да Какая разница Я не Вот Меня правда За все это время Я до сих пор Так и Так и не нашел Ответа Зачем Почему Зачем И вообще Почему люди Так интересуются Причинами Там я не знаю Прекращения существования Их любимых коллективов Ну всего есть начало Есть конец Начали Что называется Разогнались Достигли пика Все Все закончилось Это как Любой процесс Наверное в жизни То есть Мы тоже Мы все У нас каждый день Приближает нас к смерти Поэтому Пока есть коллектив Наслаждайтесь Я вот Стараюсь Так же к этому Относиться Вот сегодня Олег Табаков Сегодня из жизни ушел То есть С одной стороны Конечно Ну Тоже пол жизни Там И Все детство Этот Кот Матроскин И И фильмов Потрясающих Полно С его участием Ну 82 года И здоровье И все прочее Все таки Люди Так сказать Творческого труда Они конечно Быстро изнашиваются И то что он дожил До 82 Это Ну это прекрасно Ну И столько После себя Оставил Поэтому Это закономерно Просто Все Как Медлиб Наверное Ну Медлиб Грибы Жрет Просто Я то Нет Вот Поэтому Наверное Такую идею Как Медлиб Наверное Вряд Либо У меня Не получится Я Грибочки Нет Не кушаю Те вот Которые он кушает Я попроще Там Шампиньончики Там Опята Лисички То есть Такое Разнообразные Минус Будет Целики Ну конечно 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 Всем Хотят Красивого Кино Начало И Конец Но Есть же Кино Которое С Открытой Концовкой Сериалы Многочисленные Которые Сейчас Идут Не знаю Там Некоторые Серии Например Я Вообще Как это Слоупок Да Это называется Медленно Реагирую На Тренды И вот Только Сегодня Посмотрел Какие-то Такие Самые Рейтинговые Серии Черного Зеркала Например И В одной Серии Там Реально Открытая Концовка Остается И Что теперь Предъявлять Что ли Людям А что там А вот как А вот как Это Как хочешь Так и додумай Дело Хозяйское Ага Совершенно верно Ну вот Согласен Отец Илья Мое Почтение Да Жизнь Продолжается Пока Никто Не Умер Да Так Точно Сол Шеф Да Да Тоже Да Есть Такой Будет ли Русский Мировой Звездой Ну Чем вам Оксимирон Не Мировая Звезда Ну Условно Говорят Надо ли Это Самое Главное Кому Это Нужно То есть Рэп Как Форма Он Интернационален Он Может Существовать Совершенно Ну В любом Да Виде Но То есть Может ли Представитель Там Каждого Ну Условно Каждой Каждой Страны Там Каждого Разных Народностей На планете Где 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 Эта Музыка Прижилась И Есть Исполнители Свои Локальные Какие-то Крупные Надо ли Им Становиться Мировыми Звездами Ну Я считаю Что Совершенно Не обязательно То есть У каждого Государства Там У каждой Общенности Людей Своя История Свои Какие-то Глубоко Уходящие Там В Века Какие-то Там Традиции Сложившиеся И прочее Прочее Ну Вот эти Особенности Ментальности И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Ну Все это знаете И То есть Как говорят Что немцу хорошо Что русскому хорошо То немцу смерть Не на пустом месте Да Да Отец Илья Она ТДС Обновленная Немножечко Чуть-чуть По-другому стало Свет К нам Как бы Снизошел Стало тут Светлее Сильно Подкаст Инструментальный Ну Мне для начала Надо тогда разобраться Что это за формат Такой Подкаст Именно в таком ключе Вот Инструментальный А так Да Может быть Двадцать Двадцать Я текстов не сочиняю Боже мой, сколько лет я уже повторяю всем Какие невнимательные вы все-таки, друзья Соберите, пожалуйста О, ну этого батюшка Наверное, Богдан Юрьевич Поинтересуйтесь Я не думаю, что он будет сильно против Но лучше спросить у него Он у нас здесь старший Аям Аям, ну может быть Но все равно Французский же язык Там, где говорят по-французски, да То есть это с тем же успехом, например Как Сайперс Хилл, да И вся вот Испаноговорящая Кадла Сиг Сайт Сиг Джакин Они гоняют в Южную Америку Постоянно Ну это логично Там их, так сказать Да вот взаимно Тысячу лет Там и Чайная, кстати, подобновилась Может быть видел Чина, кстати, очень Вот Они гоняют Южную Америку Там у них фактически Ну Их народ То есть живет Мексика И туда дальше вниз Эти Боливия, Перу Прочие Колумбии С Венесуэлами И там они звезды, конечно Будь здоров Вот Но У них хотя бы Общая история И Что немаловажно Общность языковая Вот А Из наших Ребят, кто ездит Например За границу выступать Выступает же в основном Для русскоговорящей аудитории И Конечно Собирают не так, как здесь И это логично Абсолютно Привет, привет А, месяц назад Но они же ремонт делали Ребята Вилюха с Леней В Чайной И Там Прям Все Чина Бигбосс Джендос Джуси Джейн Олдей Эвридей Да, да Там прям Заходишь Ты что Такая вообще красота Конечно Вот Я Вот Вот что бывает Когда В организацию Приходит человек Как бы Нетворческого Слушай Я сейчас туда пойду Нетворческого склада То есть Два Два разгильдия Это слишком много Для одной организации Поэтому Там вас сдал за один Ее основатель Ну это шутка такая Я если пойду Сейчас просто туда Я От нашего Вай-фая Ну к нашему Подцеплен Я пойду Просто в коридоре Он прервется И трансляция закончится Ну и Я вообще собирался Уже уезжать Вот У меня как раз Двадцать семь Двадцать шесть Двадцать пять секунд Осталось Отвечу на последний вопрос Что происходит Я выпендриваюсь Тем Какая у нас классная Теперь студия есть Вот это вот Все Туда-сюда И Думаю Будут еще у нас Трансляции Поэтому Братцы Вас было сегодня Офигенно много Это очень здорово Всех Был рад Здесь Наблюдать До новых встреч Всего вам доброго Не болейте Чао